так сегодня мой специальный гость человеком с которым мы видимся сегодня первый раз но отчаянно и безуспешно пытались наладить химию пока химию пока меня гримировали это комик создатели ведущие чужих шпаргалок кирилл сиэтлов садись тут можно только сидя говорить такие правила нашего шоу это номер один я рада тебя видеть спасибо кирилл налажил знаете химию как он говорил тебя очень красивое платье и я еще не успела поблагодарить и неважно что это костюм говорил просто пытаюсь наладить химию и уходил ну платье хорошее как костюм можно носить чужие на сцене ожидаемая шутка я просто был настроен на первых письмах уничтожать авторов письма просто стереть их в порошок но теперь оказывается в конце может прийти ответ к так что но я как истинный стратег это видно по повязке я не буду хоть это странно но я не буду жечь мосты я мы очень мягко разберем все письма все все правы вот так такая установка сразу моя все правы кто написал письма все молодцы все молодцы нет неправильных мнений все цвета для костюма ведущей хорошие пассивная агрессия слова дня токсичность не такая уж и пассивная легко читается пассивно это который тяжело противостоять я считаю что это отличная нота чтобы приступить первому письму благодарю вас за сессию вы мне очень помогли ну что тогда до встречи на следующей неделе вы наверное удивлены что я сегодня на месте клиента а как вы думали сохранить ясную голову после стольких прочитанных писем я очень придирчивый клиент поэтому сама перепробовала множество психологов и наконец нашла с помощью зигмунд онлайн это полноценный сервис онлайн психотерапия все специалисты профессионалы психологи и психотерапевты с подтвержденной квалификацией и опытом частной практики более трех лет на самом деле это обычная практика для каждого специалиста каким бы прекрасным психологом вы не были вы не можете решить все свои проблемы самостоятельно поэтому каждый нуждается в услугах коллег все очень просто сначала заполняете анкету кратко опишите то что вас беспокоит и удобное время для занятия алгоритм подберет психотерапевта который работает с вашим запросом далее выберите из предложенных кандидатов если никто не понравится или теряетесь выборе служба поддержки придет вам на помощь сервис пришлет полезную информацию для подготовки и напомнит о предстоящем занятии что для меня очень важно с моим бешеным графиком управляйте своими занятиями перенести сессию можно в личном кабинете а перенос за 8 часов и более бесплатный психотерапии важно найти именно своего специалиста бывает что психолог вам не нравится и непонятно почему это абсолютно нормально не стесняйтесь говорить об этом сервис зигмунд онлайн предложит другого а еще для вас по промокоду лета два первых занятия в сумме будут стоить 2190 рублей промокод можно применить после выбора психолога вы установите контакт с психологом и почувствуете первые перемены чтобы заботиться о своем психическом здоровье переходите по ссылке в описании меня зовут а 31 год айтишник живу говорить с акцентом с которым айтишники говорят а ты какое имя придумал там живу в столице у меня почему-то пошел акцент милка вулкановича из из не родись красивый девочка моя обычный парень строю карьеру и ищу надежную спутницу жизни а в январе 2021 года гостил дома на юге страны и познакомился на сайте знакомств с приятной и воспитанной девушкой по имени к это кирилл скорее всего ей 29 лет а ему 31 внимательнее кирилл ей 29 лет была в браке три года работает в известном банке один из тех в топе мус тв живет в ростове у нас произошла одна встреча после чего я уехала в москву мы начали близко общаться к собиралась переводиться в столицу и после месяца общения начала намекать что ей нужно первое время где-то пожить строила маршрут от меня до работы я просто представляю как тебе человек ну он понравился тебя и потом он тебе скриншот кидает такой а ты такой это что маршруты строю а ты спрашиваешь а почему скриншот из приложения для водителей ты что-ка бомбила мне она была симпатична хотелось помочь и быстрее сблизиться предложил остановиться первое время ты повелся первое время у меня чтобы не кидаться на первое попавшееся жилье сердобольный наш сердобольный подругой матери этого парня я брал у меня внутри такой голос ой дурит она тебя феврале она прилетела я брал на понимать что письмо человек читает первый раз это абсолютно мне как будто реально мне сын как будто пишет а моему сыну 6 понимаете мне я вот боюсь он пишет и я такой да просто у тебя нет опыта феврале она прилетела мы начали жить вместе и строить отношения каждый день ей писали все новые и новые мужчины я начал какие новые мужчины вообще ладно она то есть то он просыпается смотрит она шлет кому-то маршрут и еще он она все время в этом даже в дурацком но там же неудобно скриншот делать надо где кнопки нажать и она все время фигачат скриншоты и он такой ты кому маршрут и курьер не знает как дайте доставить мне кое-что каждый день ей писали новые и новые мне мне нравится что он легко перешел с момента как она прилетела дома ничего что я вмешиваюсь вообще недослушав я плохой слушатель я хорошая мать от момента как она прилетела там не было такого как-то раз один новый мужчина ей написал а потом еще нет сразу новые штабелями сразу пошли недоволен так запомнили новый новый мужчина я начал нервничать и задавать вопросы понимая что количество ее бывших учитывая что она лишь два года как в разводе уже давно перевалила за все разумные пределы не симпатичен герой потому что у него есть некие разумные пределы он такой 20-30 человеческие цифры за два года но 40 50 не хороших нехороший должно быть хотя бы один на день я начал читать ее телефон так ну вот тут он не про тут тут он перехват все он теряет меня он теряет мне в этой истории перестали нравиться все я теперь читаю переписку врагов женаты или откровенно старые 50 60 лет но это он зря так это за 60 лет это в целом ну мы все там будем да не надо так сразу старые ты тебе 31 год айтишник не так далеко это все женаты или откровенно старые 50 60 лет иностранцы скобы чеках она даже не говорит по-английски но благо скриншоты маршрутов это международный язык тебе пишет hello ты такой маршрут построен иностранцы но всегда обеспеченные мужчины переписках заметках и голосовых сообщениях было все дрянь интриган какой все девочка из провинции вела не просто я не хочу читать слово он слишком радикально путаный меняй никак не плохой будоража семени девочка из провинции вела не просто будоражащий меня образ жизни она занималась и тут не меняю проституции проституции скобочках секс за деньги меня радует что в целом твои слушатели они готовы к тому что ты не знаешь каких-то понятий проституция оля скобочках секс за деньги иностранцы поля скобочках даже не не говорит по-английски старые оля 50 это не помню что твой друг руслан белый такие старые оля 50 60 лет специализировалась в основном на иностранном я не главное не понимаю она живет с тобой еще она живет или ты забрал специализировалась в основном на иностранцах и разводе на чувства деньги дорогие подарки потому как они не зная язык в кавычках меньше делают мозг и хорошо платят наступили тяжелые времена потому что до этого происходило если человек у которого живет женщина которая просто к нему подселилась и занимается проституцией по его слов в его квартире с иностранцами которые не с которым не говорит на одном языке плохие время это война началась война наступили тяжелые времена пандемии пришлось переориентироваться на внутренний рынок видимо велозаводский идет или даниловский какой все свои гульки все свои гульки обсуждалось лучший такой же как она подругой через неделю чтения через неделю чтения и сдерживания эмоций сука сука это происходит не что сука говорю потому что иначе характеризовать это не могу вот слова блядский я убрал но слов через неделю сдерживание эмоций это все происходит у него в квартире и он такой держимся держимся пока тяжелые времена не наступили потом наступила пандемия такой это все еще в разумных через неделю сдерживать чтение и сдерживание эмоций у меня начались проблемы постоянно держалась температура бессонница мигрени я старался не показывать виду я старался не показывать я просто я один живу в мире где ну первый шаг к решению проблемы это проговаривание нет один проговаривание кажется нужно проговаривать проблемы но человек по-другому думает он не показывает он сначала сдерживал эмоции неделю это не сработало ему физически стало плохо и он такой надо и бит не показывать тогда она все поймет и не забываем что он айтишник а я забыл это все объясняет я просто слушал очень тяжелую музыку и думал это поможет я старался не показывать виду она недоумевала и обсуждала с подругами как я сильно поменялся стал хорошим парнем а я играл эту роль тянул время признаться поначалу было интересно в общем он уже взломал видимо я переписку и просто читал с какого-то другого а я понял то есть он он да он она не знала что он в курсе она такая а внутри сатана пляшет боже мой и пандемия еще она на внутренний рынок я знаю что его взбесило я знаю то что внутренний рынок это меньше денег первую очередь он такой и ближе связи ближе связь да может какие-то родственники появится случайно в очередной переписке я обнаруживаю что они напарницы в скобочках не брезгуют за доплату заниматься незащищенным и групповым сексом а это как известно переходит разумное пределы это раньше я был уверен что люди ее специализации следят за здоровьем и так не рискуют меня охватила паника я слышал про людей с железными нервами никогда не читал письма не когда меня охватила паника я начал думать что проблемы со здоровьем связаны с этим более сдерживаться я не мог ну кстати вот прости у нас все про да про психологию но человек говорит что началась пандемия а потом через неделю несмотря на все эмоции все может быть вызвано эмоциями безусловно но я напоминаю началась пандемия и через неделю сдерживание эмоций началась температура пандемию может психология не причем может быть он болел просто более сдерживаться я не мог и признался что знаю кто она попросил показать хоть одну справку чего она сделать не смогла откуда без проститутского профсоюза 2 мдфл какую справку она не смогла показать справки ссылаясь на отсутствие в электронном виде он в скобочках пишет в 21 веке я был в ярости все эмоции вырвались наружу она собрала вещи и съехала прошло уже полтора месяца я бегаю по врачам и ищу физиологические причины проблем со здоровьем они играют мной в пинг-понг и разводят руками выписали мне транквилизаторы температура не спадает а я пытаюсь забыть весь этот ужас и жить дальше как это сделать как вернуть организм и голову в нормальное состояние мир как будто рухнул суицидальные мысли и отсутствие понимание что я сделал не так за что мне попался такой человек а это следующий человек ох 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 надо что-то сказать да мне жаль что так получилось дорогой а можно я скажу вначале просто но взвешенную позицию можно сначала ее я скажу а потом уже где как я читал показать ну чтобы всякие к 0 я уже ко всему готова дорогой а ты не совершил ни одной ошибки все поведение было абсолютно здравым она не права православные выводы надо ты найдешь причастись прочитает трижды очень наш и пять раз а вы марию я не знаю мы не знаем кто она правда мы не знаем кто она если вот пройти по поэтому опираемся на то что нам приносит на факты которые на фактуру которую дал да я смотрел чужие письма поэтому все проблемы у него в голове бич все у тебя в голове ты все придумал но из из того что он рассказывает вообще непонятно если абстрагироваться от контекста от того что он тут тут же непонятно что он придумал что он воспринял как он что считал к нему довольно навязчиво приехала некая девушка с которой они было мало знакомы они стали жить вместе что-то у них не заладилось и он стал читать ее переписку что но ноу мы так не делаем мы нельзя читать переписки он начал читать переписку увидел что-то что воспринял как профессиональную проститутскую деятельность ему это еще больше не понравилось и дальше ну тут очевидно у него начинают бомбить эмоции то есть они бомбят уже в том моменте он состоянии эффекта смотрят ее вообще люди редко трезво в трезвом уме смотрят переписку другого человека потому что это это агрессивный шаг но это мы с тобой обобщаем это какая-то наша с тобой идея на правде это не так мне кажется что на эмоциях ты я думаю что есть несколько вариантов когда смотрят переписку да то есть я точно не сторонник того чтобы смотреть телефон другого человека но я думаю что переписку мы смотрим в случае газлайтинга это в том случае когда ты понимаешь что что-то происходит не то когда ты понимаешь что заходя в комнату человек сидит и отправляет скриншоты чувствуешь себя в уязвимом положении когда ты чувствуешь что тебя водят за нос да то есть ты чувствуешь что происходит какая-то параллельная жизнь и человек от тебя это скрывает и это отрицает на прямые твои вопросы он идет в отказ но это продолжается и я могу понять то ту интенсию проверить телефон чтобы подтвердить свою вменяемость потому что дальше остается два варианта либо тебя обманывают потому что ты же видишь что происходит что-то не то либо действительно с тобой что-то не так и у тебя какие-то навязчивые идеи у тебя какая-то паранойя по поводу ревности да и тогда я понимаю что ты уже от отчаяния что либо уже как бы я вменяемый либо ты смотришь переписку граница зыбкая то есть на самом деле ты оправдываешь его просмотр потому что я смотрю разные гипотезы почему человек может зайти в телефон потому что мы можем быть всегда за все хорошее против всего плохого да и говорить что это моя территория это твоя территория ни в коем случае читать чужие письма да не дай бог открывать чужой телефон это совершенно недопустимо невозможное навряд ли кто-то противостоит этой идее потому что она абсолютно про границы да но жизнь у нас сложнее чем какие-то идеальные представления они и я выдвигаю гипотезу почему я понимаю интенцию залезть телефон для того чтобы уже ну как бы удостовериться и расставить все точки над и другое дело что в этот момент ты должен для себя четко понимать что ты можешь там увидеть то что ты не хочешь видеть и тебе придется иметь с этим дело и это ровно то та ситуация в которой попал этот парень очевидно ему было понятно что она ну метафорически до без конца отсылает скриншоты что у нее происходит какая-то параллельная жизнь это его подтолкнуло к тому чтобы убедиться в этом а дальше он увидел то условно говоря к чему он не был готов и дальше перед ним стал вопрос что мне делать с этой информацией но он не знал что делать то есть он как айтишник и как они обычно поступает есть и личные примеры если что ребята такие истории которые кстати когда я узнавала меня уже ужасали у меня просто есть подруга которая встречалась с айтишником я они не смотрят мое шоу друзья обычно всегда не смотрят вошел согласись и когда бы стало понятно что и когда выяснилось что ну то есть возможность подключиться к твоему телефону и не то что каждый раз него залезать а просто со своего лэптопа читать все твои переписки заодно посмотреть если как ты меня обсуждаешь с кем-то с кем ты переписываешься меня это ужасает да то есть это такая интервенция жизнь это можно сделать и как будто бы я понимаю что так как айти ну конкретно у этого человека он в принципе занимался защитой соответственно где защита там и хакерство это две стороны одной медали что мозг работает по-другому то есть то что ты вскрываешь все что ты можешь скрыть и смотришь все что тебе доступно они доступны другим я понимаю но если бы я со стороны слушал твой рассказ я бы услышал ой девчонки не встречайтесь с айтишниками они демоны вы понимаете что эти его не свайпала а он как будто ты свайпала сделал вы как будто замочились вы не мочились не ну ты прав я в действительности так ведь и сказала у меня реально такое ощущение что один наш у тебя вскроет телефон не знаю не надо думает но мы нет 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 я просто это разгоняется изнутри правильно понимать я согласен что могут быть ситуации когда оправданно проверить телефон или проверить как там проверить какие-то документы или еще что проверить ну пробить человека но перед тем как это делать если у вас есть какой-то намек на доверительные отношения если это там ваши романтические отношения или кончлен семьи ты должен понимать что это точка невозврата что это как вот этот пожарная кнопка в здании и после этого либо узнаешь что твои подозрения были напрасны и тогда ты очень жестко виноват за то что ты пересек эту границу и тогда тебе разрешаем давай давай испорти этих детей испортих давай нет я с тобой согласна это конечно будет ощущение что ты нарушил границу другого ты должен понимать нет такого что ты нарушаешь границы и ты оказался правда всегда согласна хорошо но даже или же ты получаешь ту информацию которой ты возможно не готов как автор нашего письма а проблема еще в том что когда ты смотришь переписку другого человека неважно с телефона или супер взломок у тебя если ты не потерянный совсем социопат если у тебя все но если все нормально социализации у тебя чувство вины у тебя адреналин у тебя даже если ты спокойно это все вместе там букет ты я с тобой согласна для меня это тоже и даже идея ужасаю я имею ввиду что даже если ты со спокойным умом холодным сердцем начинаешь смотреть привиску дальше включаются эмоции и не факт что ты трезво то есть посмотрев чужую переписку редко у тебя есть какие-то друзья или доверенные лица которым ты такой посмотри с холодной головой и и переписка ты один это оцениваешь в очень субъективном состоянии и поэтому ну можно ли этому доверять вот он что-то там увидел мы не знаем что он причал мы не знаем он увидел там реально чаты где написано девочки кто сегодня свободен сосать пенисы или или он там увидел просто и сегодня будем развлекаться делать экскурсии по москве для не говорящих на английском иностранца залезать чужие телефоны очень плохо и читать письма я понимаю к чему меня ведут я готова это произнести но мне очень хочется сейчас рассказать личную историю я вспомнила ее только что супер мы здесь для этого и собрались чужие шпаргалки я пришла на встречу с парнем зашла в кафе положила свой телефон на стол и ушла мыть руки и как вы думаете что я услышала в наушниках которые были у меня в ушах что кто-то открыл мой телефон не порно я думал порно нет ты понимаешь что ты же этот звук точно знаешь когда набирается пароль набирается пароль пароль набрал пароль да ну я не знаю как ну потому что я это не скрываю потому что я не набираю вот так вот свой пароль а потом он у меня три четыре пять шесть знаешь подожди то есть ты даже у банкомата когда снимаешь деньги ты вот так не делаешь нет когда вопрос денег я вот так нет шучу конечно нет но слушай когда ты с друзьями в компании там с людьми которых ты знаешь я не знаю мои друзья точно знают мой пароль я знаю там своих друзей пароль но вопрос в том что это действительно для меня было настолько же причем ну там не знаю прошло я даже не знаю что человек хотела встречу нет нет первая встреча подобрал пароль я в туалет а он в целом просто хотел посмотреть насколько я интересный глубокий человека на мой пароль и в итоге в этой ситуации разочаровался он во мне не я в нем он такой 3 4 5 6 серьезно да он причем ввел и ничего дальше не он такой да целом я вернулась а его уже не было но это я кто я почему-то сейчас дальше типа из разряда хороший плохой полицейский ты такой не открывайте телефоны я такой в целом есть ситуация когда можно и дальше я накидываю лайфхаки смотрите главное у него у него не было наушников уже то есть я право еще инструкцию применять вот была такая неприятная ситуация на самом деле а главное ты не знаешь сам себя как вести ну понимаешь ну а теперь примени то что ты говорила до этого возможно возможно сейчас мы все такие ой 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 оля хорошая а тот парень он зверь он чисто хотел ее посмотреть телефон а теперь вспомним что она нам до этого говорила возможно он чувствовал себя ситуации газлайтинга возможно ему казалось что им манипулирует и он такой боже мой возможно я схожу с ума скорей бы эта хищница ушла в дом 3 4 когда ты думал что здесь психоаналитик это ты кайф классно так короче короче с момента мне кажется что с момента как он посмотрел ее телефон каких-то фактов я ну напрямую фактов я не вижу или не могу воспринимать это как сухие факты когда он потребовал у нее справки да она же ничего не показала и в целом она так могла поступить просто узнав что он там смотрел ее телефон себе то есть в сухом остатке они слишком быстро съехались дальше начались ну какие-то недопонимания которые очень могут быть если вы поспешили съехаться а дальше она уехала а он то есть плохая плохая для него трактовка это что он себе придумал всю эту историю не говорю что это так ну как как вариант трактовки что он тебя все придумал и она просто такая о ну он поживу немного вот познакомилась поживу немного пожила с ним он потом такой ты шлюха и у тебя подруги тоже такая дыну и уеду к иностранцам которые не говорят все и то есть очень прозаичная история да я думаю это письмо про то что парень не имея особенного опыта общения влюбился в девчонку ростов как мы знаем город изобильные на невероятно красивых женщин до креминал 90 до которые могут себе это позволить давай я так попробую продолжить эту мысль да и он был рад что она переехала к ней он был влюблен он понял что его дурят он да вскрыл переписку он увидел то к чему он не был готов ему понадобилось какое-то время чтобы как-то это переварить или дойти до точки и как будто бы когда мы не заботимся о себе то мы очень долго терпим и он очень долго терпел он очень долго терпел потому что и это такая не одна ситуация это очень распространено когда нам нужен какой-то супер веский аргумент и обычно я думаю что если мы вспомним то у каждого возможно из нас была ситуация когда мы по поводу чего-то очень долго терпели и единственный аргумент например огромное количество работы до которые на себя взяли том что ты уже просто физически физически не вывозишь это да то есть вот типа ссылка на свой организм и на свое здоровье как будто бы все остальное типа пофиг на себя но когда у меня уже температура 39 видимо мы взяли на себя много работы или взяли на себя много ответственности я думаю что это письмо примерно про это то есть он не готов был да никак эту ситуацию разрешать хотя он как бы он понял что она занимается эскортом он продолжал как-то это читать и вот это вот все в нем бурлило но нашел для себя какую-то спасительную точку для себя для своего здоровья для своего организма видимо спасибо пандемии которая всем нам импохондрии подкинула он просил из разряда что но это все ладно но справка то у тебя есть и как ну то есть это было для него такой знаешь типа выход из этой ситуации для того чтобы избавиться от этого и дальше парень словил психосоматику это очевидно что в общем как раз это очень ложится на его историю те ребята которые ребята девчонки долго терпят да и не умеют выражать свои эмоции не умеют сразу поговорить не умеют сразу после того как ты увидел сказать вообще какого фига валера вообще это все происходит часто происходит так что происходит реакция на тело то есть так и работает психосоматика если мы не способны отреагировать если мы не способны защититься если мы продолжаем это все на себя брать и по какой-то причине непонятный варит у наше тело наши органы тем или иным проявлением дают нам знать типа аларм надо с этим заканчивать что он и сделал и нам в общем об этом рассказал и теперь он в общем то пытается как-то себя и физически собрать единственный мораль сей басни да что ребят хорошая новость терпеть не обязательно давайте будем себя любить и стараться отслеживать те моменты причем это может распространиться на все что угодно которые нас разрушают которые делают нам больно которые в общем не доставляют нам как минимум радости и прекращать их и не ждать пока наше тело дорогое наш любимый домик который так сейчас вынужден дружиться с к видом тем или иным образом начинает рушиться потому что в общем лучики эмпатии парню здоровье восстановление я хочу сказать дорогому а что извини за то что я как-то сразу 10 раз посмеялся но я таким образом реагирую на ну у меня полный диссонанс от того что человек много раз в тексте заявляет что по хронологии но для него много раз происходили неприемлемые вещи и они неприемлемы для тебя надо понять что нет в целом неприемлемых вещей есть семьи в которых там кто-то занимается допустим проституции и все окей с этим есть там всеми не знаю порно актер тоже кому-то это может быть окей ну нет каких-то общей ну каких-то вещей которые у у это была точка невозврата если ты это не проговорил вот у него было 10 методи он ничего не сказал и так вот так нельзя делать так нельзя поступать с собой ну во всяком случае мы к этому призываем а смеемся мы и почему смешно потому что каждый из нас в какой-то другой вариации делал собой то же самое что делал этот парень при очевидных вещах продолжали закрывать глаза мы продолжали терпеть мы продолжали делать вид что ничего не происходит забивая на себя я и говорю что пока уже ноги мне от не откажут будем бежать вот прыгать на эти грабли поэтому конечно смех это наша защитная реакция поэтому конечно мы смеемся над тем когда это очевидно с другой стороны да но это и одновременно как будто немножко даже не немножко отзывается болью внутри потому что в общем то все мы в той или иной степени в тех или иных ситуациях как будто бы ну я не буду обобщать да но я думаю что многие многим это отзовется и я буду рада если вы похлопаете если это так мне 31 год замужем двое детей сейчас нахожусь декрете после рождения второго ребенка отношения с мужем стали ужасными я не хотела во второй раз оказаться в ситуации когда быт и дети становятся моей жизнью перед планированием второй беременности я говорила мужу что хотела бы разделить обязанности с ним хотела бы иметь возможность работать он соглашался но наступил второй декрет и помощи мужа так много как хотелось бы нет мы снова оказались ситуации когда он зарабатывает а я сижу дома что называется что называется я сижу дома это в кавычках непонимание ругань напряженная атмосфера конфликты были и раньше с первым ребенком была та же ситуация он работал я дома но теперь я стала ощущать что не хочу жить с мужем дальше стала задумываться о происходящем и своих эмоциях меня смущают следующие моменты из которых мне не хочется больше налаживать отношения муж однажды разбил об стену мой телефон за то что я сидела в нем и не приготовила ему еду когда мы ругаемся у меня бывает страх что он вдруг сможет меня ударить или еще что-то сделать он не дает мне деньги оплачивает все необходимые расходы сам но я не могу ничего купить не согласовав и не попросив у него тратит он надо сказать практически все на семью но может и себе что-то купить поставив меня перед фактом из-за этого у меня было много переживаний ощущение небезопасности и вот я думаю когда пройдет несколько лет с детьми станет легче я буду работать скорее всего отношения снова наладится но буду ли я счастлива смогу ли я простить накопившиеся обиды уйти честно страшно не могу пока себе это представить и в те редкие случаи когда он добре желательно ко мне относится мне очень жалко что так не всегда жалко что были все эти конфликты и оскорбления вместо любви у тебя есть дети жена дети да сначала жена появилась нет просто я думаю что ты можешь как-то через свой личный опыт я ничего не знаю я только знаю что у тебя есть жена и дети я думаю что у меня двое детей и по первому абзацу первый абзац где она говорит что они планировали второго ребенка тут за виду потому что своих мы не планировали всегда все все эмоции определяются по голосу голос провалился с голосом сложнее всего нет я просто это не плане что я тебя как-то просто мы перепутала ты должна это накладывать потом ты стоп-кадр делаешь там накладывать что мой здесь все правильно да два ребенка да я понимаю ситуацию и то что они планировали двух детей они договора проговаривали что-то да опять мы не понимаем было ли это двустороннее общение или это она сказала я кстати хочу это чтобы ты помогал он такой пока да это тоже может кто-то назвать что мы обсуждали непонятно но да даже если они обсуждали я очень хорошо понимаю ситуацию потому что мы сами прошли через то что два ребенка невероятно это какой-то невероятно другой уровень сложности когда у нас был один ребенок это было невероятно ресурсное время вообще какие отношения жена занимается детьми мы работаем она врач у нее более как бы классическая работа в том плане что она ходит на нее я я больше работаю из дома и и там занимаюсь какими-то вечерними мероприятиями хотя у меня были там были эпизоды какой-то офисной работы но короче когда был один ребенок и мы задумывались о том что у нас может появиться еще один нам казалось что это ноу проблем мы вообще мы это сделаем вообще изи изи мы думали об усыновлении мы проходили что там все все оформление школу приемных родителей все там будто много интересных пас то есть мы были готовы нам казалось мы настолько ресурсный и круто мы раз мы прошли одного ребенка вообще на сто процентов и мы можем мы можем еще десять детей и мы были готовы взять взять ребенка сироту с особенностями вообще с чем угодно нам казалось море по коленам но когда родился второй ребенок внезапно как это обычно было внезапно как-то обычного да это это невероятно сложно стало это звучит как компьютерная игра знаешь мы так легко круто прошли первый уровень что мы такие типов идем дальше скорее не компьютерная игра знаешь потому что компьютерной игре это может сохраниться откатиться скорее скорее как казино казино где ты как бы круто сыграла ставка выиграла и ты такой все мой день и и там шарик вообще не туда катится вообще и ты такую только бы вольт сыграть пожалуйста только не по лицу и это действительно два ребенка это так сложно как мы вообще не ожидали и у нас классная коммуникация мы преодолеваем преодолеваем эту историю мы справляемся с ней ну и будем справляться до совершеннолетия детей двух детей такой план да если вы думали что заведем двух детей первые два года легко а дальше то есть первые два года сложно а дальше легко нет она ну типа их все еще двое если вы все делаете правильно их остается двое на протяжении всей жизни так что так что вот эту часть вот эту часть я понимаю то есть что второе ребенок это какая-то другого это может быть неожиданно сложнее то есть я я готов поверить что муж включился и включился больше даже чем он ожидал больше даже чем он думал но это все равно мало потому что это бездонная дырища дети 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 дырища 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 ну потому что по контексту он склонен к вспышкам агрессии что он в общем были и раньше с первым ребенка была такая же ситуация понимаешь да то есть мы можем сейчас знаешь типа задать вопрос если с первым вы уже не договорились и было не так что ты решила но ты хорошо конфронтировал эту идею потому что ну как это видимо мое желание найти какую-то бы быть симпатичным найти какую-то связь я полностью игнорировал что это было до первого ребенка я все это вот этот перелом на втором ребенке да если если действительно что-то такое было на первом ребенке во второго ребенка лучше не входить это мне мне кажется да кстати хорошо но во всяком случае ожидания должны соответствовать ну какой-то реальности да да вот несмотря на то что я я состою в классных ресурсных отношениях и даже для них рождение каждого ребенка было испытанием поэтому с точки зрения моей выборки она и большая это всего лишь один брак в исследовании должны принимать участие сотни возможно тысячи выборка никакая одна одна семья но даже на своем примере я понимаю что вот эта концепция что там родим брак ребенка укрепим брак это полный что никто ничего не укрепляет да и ну ты фактически говоришь о том что это как это как потому что ребенок это место куда будут тратиться ваши ресурсы ваши эмоции это как родить ребенка черная дыра чтобы дети это черные дыры давай уже называть которые которые потом взрываются сверхновые чтобы дети когда будут смотреть они не совсем не обалдели я черная дыра отец меня потом с этого стула потому что ну ты в ребенка тратишь это все поэтому заводить ребенка когда у вас и так проблемы даже маленькие это все равно что наш денег нет в семье такой нам нужна очень большая покупка это нас мобилизует фактически ты говоришь то же самое что говорят системные семейные терапевты до что появление каждого нового члена семьи это кризис сначала вас было двое вы как-то договорились появляется 3 вам нужно передоговариваться является 4 это новый кризис причем без модальности к этому слову не хорошо неплохо кризис изменения непонятно ну да да в общем то что второй ребенок не эквивалентен первому да это новая конфигурация вас четверо это новое испытание и если на этот момент у вас нет баланса дата попадать еще в турбулентность до двойная и на своем опыте абсолютно вижу что конструкции которые вы сделали чтобы вот появился первый ребенок и вы выработали какие-то механизмы структуры конструкции как 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 с этим работать какие бы они ни были крутые и и функционирующие они не сработают со вторым это другое это будет другая другая ситуация лучики эмпатии лучики эмпатии слушай я вижу тут еще один конфликт я вижу тут по описанию вообще вторая часть текста есть я думал что ты про это и хочет вот у меня эмпатия включилась на начале после этого я увидел да какой-то просто страшно токсичных людей но когда она говорит что вот я боюсь что он может меня ударить очень сочувствую потому что это в целом то что вообще нет там где страх там нет места любви мы знаем это педи это это в целом то что вообще меня по жизни заставляет вести себя нормально это я боюсь что меня могут ударить это это я я чувствую ее страх полностью любого человека вижу такое может ударить все сильно слабо не важно нам нужен минимальный ущерб ну кстати отзывается да я вот так сейчас подумал всегда же вот это есть ощущение что как бы в целом целом любой человек тебя может ударить но если он еще телефоны бьет не свои не свои прошу заметить если у меня был момент когда я по глупости у разбил свой телефон но мне было весело это было заявлено в инструкции что он ударопрочный у меня было очень весело настроение на самом деле это очень и очень зыбкая дорожка и нужно об этом говорить потому что это как будто может начинаться с каких-то маленьких толчков друг друга причем мы это неважно там стороны мужчины или страны женщины и я знаю там кейсы моих клиентов которые были на том что они были свои женщины не делай это я могу себя не проконтролировать я ударю тебя в ответ будет и тебе плохо и я это не переживу то есть это работает в обе стороны нет ну потому это как-то лицемерно говорит и знаешь я не переживу этого не ну кому он лучше ты хочешь быть мужчиной каток которого в анамнезе избиение женщины мне кажется вообще не честно сравнивать человека которого ударили и человека который не переживет что он ударил кого-то я считаю что это очень как раз справедливо говорить о том что не надо пожалуйста меня провоцировать потому что я знаю что я могу потерять свои эмоции и это не будет классно ни тебе не мне я не думаю что человек который бьет в итоге выходит победителем как будто он золото выиграл на олимпиаде но он злодей в этой ситуации он не является жертвой ни на секунду но я не я не придерживаюсь идеи что нет слушай любое физическое насилие неприемлемо априори просто я думаю о том что после этого смешанные чувства испытывают обе стороны и тут ну точно и как бы не речь никогда не пойдет о викте блейминге это невозможно ударить другого человека но просто я говорю что ну как бы важно заострить на этом внимание что жить в страхе это действительно очень страшно и как будто нужно еще раз произвести слова страх чтобы это было не тавтология было до страх там где страх вместо нет любви что он общем действительно тут можно присоединиться и посочувствовать потому что и когда появляется уже идея в голове потому что же идея до появляется что есть же такая но опять я блин я боюсь прозвучать как человек из разряда что что то чтобы ты сделала чтобы тебя не били понимаете да о чем я говорю но я это же идея в том насколько мы о себе заботимся и себя защищаем то есть если у нас есть уже идея что нас могут ударить то скорее всего нужно себя спасать потому что идеи просто так не возникают ну то есть мы всегда в коммуникации вот как ты говоришь что такое я в целом я веду себя так чтобы не отхватить да если я еще и вижу что этот человек разбивает чужие телефоны я вообще держусь подальше это и есть идея которая возникает поэтому действительно в этом письме самое ну то есть я еще хотел хотел зацепиться за телефоны опять телефоны вырос там где они были дорогие он бьет ее телефон да ну это может буквы прозвучать мелочно но все-таки когда ты бьешь свой телефон это может быть эмоция это может быть ну правильно и неправильно но ты разбираешься как-то за свой счет когда ты бьешь чужой телефон это все-таки агрессивное поведение давай тогда перейдем второй части которые я думаю что важно тут отметить в чем тут конфликт как я вижу основной тут мы видим фактически рисунок классической патриархальной семьи что такое в моем представлении классическая патриархальная семья это когда мужчина отвечает за внешний контур это любые траты любые кредиты любые покупки любые инвестиции то есть внешний контур это все что условно говоря оберегает очаг а женщина отвечает за все что происходит внутри да там за воспитание детей там за какой-то организации поэтому в этой конфигурации он бьет свой телефон потому что он будет покупать новый но в этой конфигурации важно понимать если это его телефон то это его женщина в этой конфигурации она ему принадлежит это их основной конфликт потому что его устраивает условно потому что она говорит что он оплачивает все расходы да я там не могу без его ведома себе что-то позволить он себе может так обычно и выглядит классическая схема патриархальной семьи да просто часто патриархатом называют когда женщина еще на двух работах два кредита тащит а он ее значит это при принижает всячески играть и вот это патриархали себе нет ребят они патриархали семья это трендец да патриархальная семья когда мужчина хотя бы закрывает внешний круг полностью не отменяет но хотя бы архальная семья это абсолютно но мы безоценочная до психоанализ не имеет мы это я про николай 2 да вот поэтому тут основном тут основной конфликт который я вижу что его устраивает условный вот этот патриархальный склад и и это не устраивает и в этом заключается конфликт да я если бы был патриархальный склад который их обоих устраивает да все бы блок но видно что это точно она не живет в этой концепции она вначале говорит что она пыталась с ним обсуждали что участие в ребенке потому что патриархальной системе бесполезно да ты не можешь обсуждать вы разные пара согласно и давай ответим на вопрос в конце письма на то что вот когда типа детки будут подрощенными да я смогу выйти на работу смогу ли я его любить как прежде и забыть эти обиды нет потому что у вас останется противостояние собственно формата в которых вы хотите пребывать то есть ты ну то есть она стремится к формату что-то тоже так скажем полноценный участник этой семьи да я могу сама зарабатывать и принимать участие скорее всего потому как это устроено как это вижу эта схема работать не будет сожалению ну как бы многие схемы не перестраиваются и если в общем мужчина навязывает такую концепцию да то либо игра по его правилам либо не по каким это я ну из того что я вижу в письме отвечаю гипотезы на вопрос что это и конечно же процентов то что гэш мужчина нарезать правила либо по его либо я навязываю право сейчас стопроцентно либо ни по каким ну а я их принимаю как ты видишь мне кажется забавный еще еще просто хотел обратить внимание на такую штуку что она как будто боится рассказать о своем дискомфорте потому что ее вот этот рассказ о том что там он что-то бьет она его боится он не дает и денег что сейчас называется вообще-то финансовым насилием девчонки это все находится в рамке из двух как бы из двух поводов то есть она вначале говорит про повод рождения второго ребенка а потом смысл ты это разглядела что это все началось вообще не со второго это было и раньше и потом она горит как повод типа когда дети вырастут то есть она ищет поводы чтобы вообще что-то менять о чем-то говорит а внутри этих поводов вот этот ну дискомфорт который ну видимо да ну и когда ты находишься в плену и в насилии а потом получаешь какую-то свободу конечно я не не думаю что такие вещи могут прощаться отвечая 5 на вопрос автора письма надеюсь что мы разобрали это письмо меня зовут к мне 31 год слушай это тяжелая и тяжелую историю от меня голос повело не знаю чего начать начну хронологически так получилось что в апреле этого года меня задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму посадили на день в кпз а утром судили за репост так так вышло меня обвиняют в организации митинга хотя я на нем даже не был и эта ситуация была мало сказать неожиданной то есть это был день когда мы знали что будут какие-то уличные выступления но я в них не участвовал я отменил все свои мероприятия и мы были в таком сей сейф режиме чтобы никак никак не привлечь на себя гнев не знаю правоохранительных органов или государств оказалось что меня разыскивают из-за репоста меня вот нашли на следующее утро судили и это очень сильно мягко сказать надавило на меня если не раздавило то есть у меня моя работа это комедия я выступаю на сцене я делаю контент на для телеканалов делаю на ю тубе и у меня то есть она связана с тем чтобы я свободно мог говорить то что считаю нужным и вся эта ситуация как бы не знаю у меня у меня никогда не было я попростите что я это это сложная история поэтому я теряю слова у меня никогда не было самой цензуры я хохотал от души над всеми у кого она есть потому что они ха ха старики и родились в совке и они слишком слишком заморочены вот над русланом белым я хохотал и теперь ну мало сказать что у меня появился он цензуры я вообще не понимаю где она кончится я просто я не могу работать в том же режиме на два месяца у меня просто остановился то есть я думал что я забудусь в работе что я продолжу там выпускать контент на ю тубе не знаю буду выступать но у меня все то есть я думал что я погружусь в работу и в этом отключусь у меня все само собой остановилась у меня просто перестали я не собирался этого делать но у меня встала работа я не мог работать ну это просто был огромный стресс из-за которого я стал каким-то там вспыльчивым более нервным я впервые обратился к терапевту в связи с этой с этим состоянием и если как какое-то эмоциональное состояние приходит в норму то я не понимаю что делать профессиональном плане потому что как будто бы то есть еще раз у меня раньше не было вообще ощущения что есть какие-то запрещенные учены темы или вещи еще что-то эта ситуация дала мне чувство что я не понимаю полную дезориентацию что не понимаю правил игры я не понимаю что да что нет то есть я потом поговорил с адвокатом что мне стоит делать что нет таком случае тем более что я под под каким-то наблюдением нахожусь адвокат не говорит какие-то практически правила но я начинаю их раздувать я такой то есть мне нельзя вообще не то и и короче не понимаю я не понимаю как мне работать я не понимаю что мне делать а если я что-то делаю выпускаю какое-то видео выступать что у меня начинается тревожность я не знаю если не не паника что это это может быть рецидив меня могут опять взять арестовать ко мне опять к моим родителям придет какие-то службы опять я буду сидеть где-то на каких-то полочках я то есть все остальное я я готов смириться с риском я готов я понимаю что эмоциональное состояние восстановить я понимаю с ним работ я не понимаю что делать в плане самоцензуры то есть ее не было вообще и она с нуля улетела вот так в космос я сам себе не не могу сказать что да что нет ну то есть ты столкнулся с ситуацией когда совершенно неожиданно для тебя и совершенно не как будто бы не имея под этим никакой фактической подоплеки ты оказался совершенно несвободным в руках людей которые у меня была история ну то есть это привязка к конкретным обстоятельствам но я неожиданно себя провел сутки в кпз то есть в в камере один там без какого-то там какой там световое окно есть я после этого месяца сбегал я просто поймал себя на том что ну я рефлексирую я комик я рефлексирую смотрю чё я делаю чё не делаю и я понял что я сбегаю метро потому что видимо это какая-то подземная история вот где-то типа без воздуха да 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 и я вот его сейчас ну типа часто потихоньку ушло но я понял что вот вплоть до вот этого то есть меня да ну во первых круто что до этого момента ты чувствовал абсолютную свободу потому что это то что у нас есть внутри это это то что формируется это то на что ты сможешь сейчас опираться до вылезая из этой истории то есть что это чувство вообще было да то есть что у тебя не было каких-то барьеров до этого конечно же я тебе сочувствую что тебе пришлось этим столкнуться потому что я думаю что каждый сидящий в зале прочувствовал этот рассказ и наши зрители в том числе что примерив его на себя что это точно не то есть не тот опыт который хотелось бы пережить проблема в том ты говоришь что хорошо обвести в этом базу проблема в том что из-за этого я усомнился вообще в том что она была разуме мне казалось понимаешь всю дорогу профессионально не казалось что я понимаю что я делаю а эта история поставила под вопрос что может быть мне просто везло может просто на меня не обращали внимание а я на самом деле вообще не одуплял что я делаю вот вот типа фундаментальное сомнение в себе в своем профессионализме ну я думаю что вы это ну тут я не думаю да это очевидно такая серьезная травма с которой ты столкнулся и то что ты описываешь это сейчас путь выхода из нее да да ты обратился в терапию ты на эту тему рефлексируешь ты в общем-то как ты пытаешься теперь ты ставишь под сомнение свои приоритеты и постулаты которые у тебя были до этого и фактически если говорить ну таким психологическим да и психоаналитическим языком то наш мир делится на опасный когда можно выйти на улицу и тебе может упасть кирпич на голову условно говоря когда можно сделать репост да и совершенно ну то есть и в этот день твоя жизнь поменяется на 180 градусов то что окажешься в той ситуации который ты не мог никак ожидать и супер травмирующий или относиться к миру как полным возможностей полной опасности или полной возможности это два разных ракурса и поэтому как я вижу да сейчас тот путь который ты проходишь это вернуться к тому что мир полной возможности а полной возможности это не значит что все будет хорошо и все кирпичи будут падать мимо твоей головы что бывает по-разному да что мир было бы классно если бы никто никогда и вот в первую очередь ты так как ты расскажешь историю никогда не оказывалось таких историй но мир разнообразнее да и мы оказываемся к сожалению в тех ситуациях которые нам иногда крайне тяжело вывозить поэтому как будто бы ну вот тот шаг до который бы хотелось бы сделать я тебе лучики эмпатии и сил для того чтобы ты смог его сделать тем более ты в терапии это очень круто это к тому чтобы заново увидеть что мир полной возможностей может и такая херня давайте назовем это хотя бы таким словом произойти хотя я уверена что у тебя гораздо больше определений для того что случилось но и помимо этого мир приносит нам много прекрасных вещей и они тоже есть и вот этот вот смещение фокуса да на то что мир полной возможности это вот выход да да он не будет прежним да 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 вот это на самом деле классно что сказала потому что вот это на самом деле пугает что я понимаю что вот возврата не будет в то состояние да если такая корректно некорректно будет параллель это как с пандемией до какой-то момент до нас всех тоже знаешь так это прицепом дошло этот мир не будет прежним в нем новые правила мы это не хотим нас этому не учили к нас этому не готовили но нам мы это принимаем да и мы понимаем что мир полон возможностей он разнообразный и еще раз я очень не жаль что тебе пришлось это пережить я сейчас прямо про прочувствовала эту ситуацию я вижу что она очень сырая для тебя и спасибо что ты ей поделился я надеюсь что хотя бы кусочек вот этой вот тревоги да и вот этой вот боли мы если вы мне позволите это сказать мы сегодня унесем мы заберем у тебя спасибо тебе огромное спасибо я очень рада что ты пришел прекрасный комик авторы ведущие чужих шпаргалок сегодня у меня в гостях подписывайтесь на его канал подписывайтесь пожалуйста на чужие письма пишите комментарии пишите комментарии ставьте лайки не допускайте чтобы я попадала мы попадали мы все попадали в теневой банк каждый ваш комментарий каждый ваш лайк продвигает на проговаривайте все проговаривать если вам не нравится что оля просит об этих всех вещах напишите мне не нравится да спасибо вам большое по классике лучики эмпатии всем спасибо